В обеспечении ритмичности, четкости, бесперебойности работы железнодорожного транспорта решающая роль отводится диспетчерским коллективам, организаторам перевозочного процесса. Сегодня их главная задача борьба за выполнение сменно-суточного плана поездной и грузовой работы и графика движения поездов на направлениях железных дорог. Передовой опыт организации движения поездов накоплен коллективом единой диспетчерской смены, работающей на направлении Донбасс-Карпаты. Это направление объединяет Донецкую и Приднепровскую дороги, Одеско-Кишиневскую, Юго-Западную и Львовскую. Направление обеспечивает транспортные и хозяйственные связи Донбасса, Криворожья и других важнейших экономических районов Юго-Запада страны. Редактор субтитров А.Семкин Рабочий день диспетчера начинается до планерного совещания, когда он приходит на круг, чтобы ознакомиться с поездной обстановкой на своем участке. И только после этого идет диспетчер на планерное совещание. Товарищи, получен приказ управления дороги по повышенной сдаче полувагонов из-под своей выгрузки на Донбасс. В вашей смене надо сформировать... На планерных совещаниях определяются главные задачи смены по выполнению размеров движения и регулировочных заданий, по организации работы узлов и выполнению плана погрузки-выгрузки. Аркадий Антонович, сегодня же на Мироновском участке окна, поэтому прошу установить особый контроль за пропуском сдвоенных и встроенных составов. И вот уже поездной диспетчер на своем рабочем месте. Пишем циркулярный приказ о приеме и сдаче дежурства. В 8 часов дежурства принял диспетчер Денисенко. На юго-западной дороге одну из смен возглавляет старший дорожный диспетчер, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, дипломант ВДНХ Аркадий Антонович Дитченко. На примере одного дежурства его смены покажем напряженный труд диспетчеров направления. Кавалер Ордена Трудова Быстро меняющаяся эксплуатационная обстановка требует от диспетчера творческого подхода и инициативы в решении сложных транспортных задач. Необходимо в установленное время с учетом технологии работы узлов и предприятий развести и передать соседям местный груз. Успешно решать такую задачу помогает опыт пермских железнодорожников. Надо своевременно и беспрепятственно пропустить вагонопоток. А решение этой задачи во многом зависит от умелого регулирования локомотивным парком на больших полигонах обращения. Шевченко, Емилия Степановна, по Мироновке не обеспечивается вывоз по локомотивам пяти составов полувагонов. Прошу подослать электровозы резервом. Слушаю. При большой густоте движения диспетчер использует передовой опыт повышения провозной способности линий за счет пропуска тяжеловесных поездов. Виктор Иванович, Одесска-Кишиневская дает на подходе 9 тяжеловесов. Предупреди, пожалуйста, всех диспетчеров по критическим станциям только на зеленой. Ну, давай, пожалуйста. Я диспетчер участка Шевченко-Мироновка-Павлова. Григорий Васильевич, прошу обеспечить по Мироновке прием трех угольных маршрутов весом более 4 тысяч тонн. Эмилия Степановна, подведенные тяжеловесные поезда по Мироновке будут приняты без задержки. Мироновка-Павлова Мироновка-Павлова Высокая эффективность использования вагонов достигается умелой организации работы с технологическими маршрутами. Александр Иванович, технологический маршрут по грузке станции «Полонная» подойдет на Киев-Волынский в 9 часов 05 минут. Подскажите маневромы, чтобы была свободная эстакада, проследите за своевременной подачей. На юго-западной дороге организация технологических маршрутов стала нормой в работе. Киев-Волынский, Киев-Волынский, Афанасий Десеевич, задерживается вырузка технологического маршрута... Творческое отношение к работе помогает диспетчеру добиваться того, что погрузка и выгрузка маршрута и отправление порожних вагонов по назначению осуществляются в течение одних суток. Киев-Московский, Киев-Московский, Иван Данилович, в 12.40 к вам прибудет маршрут в адрес трех предприятий. Не задерживайте, пожалуйста, подачу маршрута к местам выгрузки. В условиях высокой интенсивности движения ввод в график опаздывающего пассажирского поезда требует от диспетчера особого мастерства. Механик поезда номер 78. Механик поезда номер 78. Я диспетчер. Вам зеленая улица. Проймите мерить для ввода поезда в график. Эту задачу можно решить, повышая скорость движения на перегонах, сокращая время технического обслуживания поездов, четко регулируя грузовое движение. Вся эксплуатационная работа на направлении в несколько тысяч километров осуществляется по единому сменно-суточному плану. Хорошо, Жмиренко. Ваш план передачи на завтрашние сутки утверждается. План предоставления на завтра считаем согласованным. Сменно-суточный план разрабатывается, исходя из конкретной эксплуатационной обстановки на дорогах, с учетом обеспечения плановых объемов перевозок на направлении. План передачи по Мироновке не утверждается. Включите передачу... Сменно-суточный план каждое утро корректируется главным управлением движения совместно с дорогами. Доброе утро. Докладываю. Особых затруднений в поездной работе нет. Запланированный прием и сдача поездов по всем стыкам обеспечивается. Так, понятно, понятно. Обратите внимание на сдачу полувагонов. И вот имейте в виду план передачи на Приднепровск... Главное управление движения отвечает Одесско-Кишиневской дороге. Александр Александрович, я еще один вопрос. Приднепровская по стыку Пятихатки начинает сдерживать прием поездов. Прошу вашей помощи. Так, это с какого же времени? Хорошо, понятно. Говорит Львовская дорога. Докладываю. Сегодня по Сдолбуну будет сдано два состава порожних полувагонников. Сверхплана. Говорит Юго-Западная дорога. Александр Александрович, прошу вас обязать Львовскую сдать по Сдолбуну два критических полувагонника не позже 12 часов. Диспетчера Юго-Западная обязуется пропустить их эстафетой. Я прошу вас, обратите внимание на ускоренный пропуск вагонопотока. В эти сутки на многих участках направления предоставляются окна, поэтому важно проследить за четким выполнением вариантов... Провозная способность линий повышается и за счет пропуска эстафетных маршрутов. Поэтому диспетчеры направления Донбасс-Карпаты широко применяют опыт Владимира Никитовича Шибека, старшего дорожного диспетчера восточно-сибирской дороги. Я диспетчер Ровенского отделения Глушчук. Николай Викторович, с Львовского отделения запланирована сдача сверхплана двух составов порожних полувагонов. Прошу обеспечить вывоз. Прием дифференцированного времени хода в зависимости от весовой категории поезда широко применяется диспетчерами направлений в целях ускорения пропуска поездов. Неотъемлемая часть перевозочного процесса обеспечение работ по ремонту и содержанию пути. Известно, что предоставление окон снижает пропускную способность участков. В этих условиях искусство диспетчера и состоит в том, чтобы выполнить размеры движения, предусмотренные сменным планом и графиком. Это достигается путем сгущения поездов до начала окна, повышением скорости движения по смежному пути, пропуском объединенных составов. КОНЕЦ В период капитального ремонта используются кружные и параллельные ходы. Василий Иванович, отклоняем сегодня исказательно на киевское отделение трепорожных полувагонника в связи с затруднением пропуска полугонов в Донбассе через Мироновку. Я отклоню. Обеспечьте сдачу и заявите дополнительно соседям на подсылку локомотивов. По примеру диспетчеров Алма-Атинской, Южно-Уральской дорог, диспетчер киевского отделения Анатолий Евгеньевич Будко формирует сдвоенные составы из порожних вагонов и отправляет их одним локомотивом. Николай Иванович, пребывающий транзитно-регулировочный порожняк 2144-й отправить в Дарнице при локомотиве 2 ТЭП-10 с бригадой, согласованной для вождения двойников. Будет такая бригада, Анатолий Евгеньевич? Диспетчер, я ДСП Дарница, транзитный поезд 244-й, из полувагонов, обработан по скоростному. Отправлен при локомотиве 2 ТЭП-10. Я один. Ввиду отсутствия локомотивов, объедините свой маршрут с пребывающими из Дарницы поездом 2050 в Тверим. Управление движением поездов невозможно без своевременной и объективной оценки объемных и качественных показателей. Для этого на полигоне Донбасс-Карпаты отработана система анализа исполненной работы за смену. Огромный поток информации на всех уровнях управления требует автоматизации анализа. Поэтому на юго-западной дороге внедрена система оценки работы с использованием электронных вычислительных машин. По результатам анализа, исполненной работой за смену, принимаются необходимые организационные и технические меры. Пути повышения пропускной способности и эффективности использования подвижного состава не исчерпываются только творчеством диспетчеров. Резервы кроются и в совершенствовании разработки самого графика. На полигоне Донбасс-Карпаты уже действует одобренный Министерством путей сообщения график, разработанный на ЭВМ специалистами юго-западной дороги и учеными ЦНИИ МПС. В чем же особенности нового типа графика? Вначале на заданную сетку наносятся пассажирские поезда, а в интервалах между ними максимально возможное количество грузовых. При этом ЭВМ выявляет временные интервалы, которые могут быть использованы диспетчером для варьирования временем отправления поездов со станции и пропуска их по участкам. В зоне, свободной от пассажирских поездов, грузовые на график не наносятся. Указываются только крайние левые и правые линии хода. В этой полосе грузовые могут быть отправлены не в фиксированное время, а в расчетном интервале. Новый тип графика уже дал ощутимый прирост объемных и качественных показателей эксплуатационной работы. Необъятна наша страна. По ее просторам, днем и ночью, в любую погоду, нескончаемым потоком идут поезда. По железнодорожным магистралям осуществляются огромные перевозки. При этом народное хозяйство требует их дальнейшего наращивания. Широкое внедрение на сети опыта передовых диспетчерских коллективов в сочетании с достижениями науки и техники открывают пути решения задач, поставленных в приказе министра путей сообщения номер 30С о совершенствовании технологий перевозочного процесса, повышении эффективности и качества работы железных дорог. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин